Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня, по просьбе моих зрительниц, я хотела бы с вами поговорить о том, как можно пригласить своих родственников в гости, именно в гости в Европу. В нашем случае это в Италию. Итак, поехали! В гости в Европу! Да, запросто! Гостевые визиты в Европу стали в наше время достаточно обыденным явлением. Ну как же можно иметь родственников или друзей в шенгенской зоне, в Италии, и не съездить к ним погостить? Такая поездка требует тщательной предварительной подготовки, которая включает не только упаковку багажа и закупку национальных сувениров, но и рутинную неприятную работу по сбору необходимых документов, венцом которой является гостевая виза. Этот решительный документ выдается исключительно для частных визитов на основании должным образом оформленного приглашения. Однако по нему можно находиться не только в Италии, не только в стране, в которой проживает автор пригласительного письма, но и с этой визой можно вдоволь поколесить по всей Европе. Оформление гостевой визы производится для однократного, двухкратного визита или неограниченного количества поездок. Это мультивиза. Однако для получения мультивизы на солидные сроки до 5 лет нужно предоставить документы, свидетельствующие о близкородственных связях с адресатом. Одной пламенной дружбы тут только недостаточно. Нужна родственная связь. Итак, дорогие мои, при самостоятельном оформлении шенгенской визы по частному приглашению также чаще всего следует предоставить проездной документ, то есть билет, действие которого прекращается не ранее, чем через 3 месяца после окончания частного визита. Далее, копии заполненных страниц загранпаспорта, аннулированные проездные документы, если они имеются, копии страниц внутрироссийского паспорта, также заполненную анкету ходатайства, цветные фото, установленные образца, две штуки на одного человека, справку с работы, но это для некоторых категорий аппликантов или иные документы. Финансовые гарантии, если вы в приглашении не указываете, что вы гарантируете. Дальше. Актуальный полис медстрахования на сумму не менее 30 тысяч евро, который действительно на всей территории шенгенской зоны, оформленный без дополнительных условий. Это обязательные документы. И здесь, внимание, данный список необходимых документов не является исчерпывающим при получении гостевой визы и может обрасти дополнительными справками и подтверждениями. А если неправильно оформлены те или иные документы, это наиболее частая причина отказа в выдаче шенгенских виз. Стоимость гостевой визы при самостоятельной подаче документов строго фиксированная – 35 евро. Но эту сумму нельзя назвать ценой разрешительного документа. Это всего лишь оплата услуг персонала консульства по рассмотрению документов и не более. Уплата консульского сбора не дает ни малейшей уверенности в том, что визовый вопрос разрешится благополучно. То есть, можете рискануть на 35 евро. И, как я уже говорила, если вы боитесь сами оформлять документы, сейчас у каждого нашего соотечественника появилась уникальная возможность. Теперь можно оформить гостевую визу в Евросоюз без единого документа. Для этого достаточно позвонить в визовое агентство Visa 4U. И процесс стартовал. Думаете, он затянется надолго? Нет. Каждая виза оформляется от 7 до 15 дней. И стоит она от 8 тысяч рублей, если это однократная виза, до 10 тысяч рублей. От 90 до 180 дней. Эта мультивиза считается от 14 тысяч рублей. И если от 180 дней до 360 дней, она стоит от 20 тысяч рублей. Дальше, 360 дней и 720 дней, одна тысяча евро. Но это уже почти получается до 5 лет. В общем, смотрите сами. Я вам немножечко объяснила. Приглашайте, делайте приглашение. А детки там разберутся, потому что они у нас у всех грамотные. Всем удачи, всем пока-пока.